Знает, что такое мантра, может быть нет, но мантра — это определенный звуковой образ, звуковое сочетание, которое настраивает ум на определенное состояние спокойствия и счастья. Мантра переводится с санскрита как «мана» — это ум, а «трая» — это освобождатель. То есть, бывает, мы приходим куда-то, и в уме еще остаются какие-то впечатления в течение дня, какие-то, может быть, беспокойства, проблемы, которые мы думаем. И вот мантра, которую мы предлагаем, — это мантра, которая описана во многих ведических текстах, в частности, «Бриханна» ради Афурана и так далее. И эта мантра, она состоит из имен, божественных имен, и эти имена дают человеку успокоение. И вот сейчас мы просто споем эти имена. Эти имена для всех абсолютно людей действуют, так же, как лекарства, независимо от религии, убеждений человека, атеистов, или православных, или он христианин, или мусульманин. Эта мантра как лекарство. Она дает человеку просто способность умиротворить свой ум, избавить его от страдания и соприкоснуться с чем-то другом. И вот сейчас мы будем петь мантру, которая состоит из 16 слов. Вернее, там 3 слова, они повторяются в определенном сочетании. Это сочетание также не придумано, оно дано в этих ведических текстах. И оно звучит так, очень просто. Хария Кришна, Хария Кришна, 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 Хария Кришна, Хария Рама, Хария Рама, Рама, Хария Кришна. Насавскрите Кришна означает «все привлекающие». Это аспект Бога. Мы знаем, что мир кем-то создан, и вот есть божественное начало, и это начало привлекает всех. Кто-то может не верить Богу, но он верит во что-то, и что-то божественное. И вот это его привлекает, кого-то привлекает природа. Это разные аспекты божественные. Вот Насавскрите Кришна означает «все привлекающие». Рама означает «все радующие». Также люди радуются каким-то проявлением в этом мире божественном. И хорея — это хора энергии. Все в этом мире зиждется на энергии. Эта энергия также берет начало из божественных. Поэтому мы сейчас для того, чтобы настроить ее, споем эту матру, и потом наши уважаемые гости расскажут какие-то интересные вещи для вас. Большое спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Дима Торзок Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok 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 Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Сегодня мы будем говорить на тему тайны ведической цивилизации. Я буду говорить сегодня знания, которые я получил от своего духовного учителя. Я ученик Ачьяри Основателя этого движения Хари Кришна, Международного общества Сознания Кришны, Ачья Бхтиданта Свами Прабхупада. Я являюсь более 40 лет последователем движения Сознания Кришны. Я впервые познакомился с этим знанием в городе Лондон, в котором у нас есть центр. Позже я встретил Шилу Прабхупаду, основателя Ачарьи, и он принял меня своим учеником. В 1994 году я принял отреченный уклад жизни Саньясу, чтобы посвятить свою жизнь полностью распространению этого знания. И я занимаюсь распространением и популяризацией этого знания главным образом в Юго-Восточной Азии, а точнее в странах, где говорят на китайском языке преимущественно. Причина, по которой я здесь, я приехал из Китая. Извините, я не говорю по-русски, но я могу говорить по-китайски. И поскольку такие китайские города, как Харбин, Муданчян и Джаймоши очень близко к России, то меня пригласили сюда, чтобы я также поделился этим знанием здесь. Поэтому я благодарю вас за то, что вы пришли и дали мне возможность немножко поделиться с вами ведическим знанием. Что такое веда? Мы должны понять значение этого слова. Веда означает знание. Веда — это знание, и существует множество различных книг, которые входят в категорию веды. Изначально существовала одна веда, одно знание, но с началом этого периода времени, Кали-юги, эта изначальная веда была разделена на четыре. И эта веда, это знание предназначено для цивилизации. Но я говорю не о той цивилизации, которая появилась несколько сотен лет назад, я говорю о цивилизации, которая насчитывает миллионы лет. Веда описывает цивилизацию, которая существовала миллионы лет назад, хотя с исторической точки зрения мы, возможно, знаем только цивилизацию, которая возникла около двух тысяч лет назад. Модерные историки скажут вам, что миллионы лет назад человек не был человеком, он был почти что животным. Но веда скажет, что цивилизация существовала много миллионов лет назад, она была очень развита. И существовали те вещи, которые мы можем почерпнуть из этой цивилизации. И есть знания, которые мы можем почерпнуть из Вед и из вспомогательных подразделов Вед. Спомогательные подразделы Вед это в первую очередь Пураны. Существует восемнадцать Пуран. Эти восемнадцать Пуран в свою очередь делятся еще на три части. По шесть книг, по шесть книг в каждой части, которые предназначены для разных людей, находящихся под влиянием разных гун или режимов природы. Шесть книг для людей, находящихся под влиянием энергии благости. Шесть книг для людей под влиянием энергии страсти. И для людей под влиянием энергии невежества. И веды говорят, что все люди различны, никто не является одинаковым. Все люди имеют свой уровень развития. На первый взгляд может показаться, что люди все едины, что нельзя кого-то делить по каким-то критериям, но на самом деле существует некая разница. Итак, в ведической цивилизации существовало деление людей по определенным признакам на четыре категории. Первая категория людей называлась браманами. Это интеллектуальная категория людей, которая присуща изучению книг, изучению какого-то знания. Вторая категория людей — это административный класс людей, которые склонны управлять людьми, заниматься управленческой. На языке вед такая категория людей называется кшатри. Обязанность кшатрии — это защищать людей. Мы нужны защития, мы должны быть защитными от кредитов, мы должны быть защитными от людей, которые хотят взять неправильную взаимодействие от нас, чтобы убрать нас и убрать от нас. В определенные моменты жизни мы нуждаемся в защите, например, от грабителей или от людей, которые хотят как-то поживиться за нас счетом, воровать нас или каким-то образом обмануть. Нам необходима защита от обманщиков. И обязанностью такой категории людей, кшатриев, была именно защищать людей, заботиться. И в предыдущие, в прошлые времена кшатриями, как правило, были цари, правительные. Во времена ведической цивилизации существовали праведные цари, которые заботились о населении, о своих гражданах и давали им защиту. Такой правитель мог позаботиться о каждом своем подчиненном. Когда мы говорим о защите, мы можем думать только о людях, но кшатрии-правители были так хороши, что они бы защитили всех, даже животные. Также, когда мы говорим о защите, мы имеем в виду не только людей, а кшатрии-правители были настолько могущественны, что могли защитить даже животных. В ведах описывается, что в те времена, когда правили подобного рода правители, ни одно животное не подвергалось жестокому обращению. Особого внимания заслуживала защита коров в те времена. Мы можем задаться вопросом, что такого важного в коровах, почему нужно в первую очередь защищать именно коров? But cows are very important in civilization, because it provides something which is very valuable for everyone. That is milk. I think all of us have drunk milk, right? Everyone drinks milk. Milk is very important for the development of the body, physically and mentally. Молоко необходимо, в первую очередь, для развития тела, тела ума и физического тела. So therefore, in the Vedic culture, people would give importance to take care of cows. They would look after them, and in this way the cows would give lots of milk. And from milk, then many other things were also made, like butter, and cheese, and yogurt, and then even oil, ghee, purified butter, oil. И, имея достаточное количество молока, можно было приготовить множество других блюд, например, масло, сыр, топленое масло, и так далее. Ghee was important in the Vedic society, because ghee would be used to perform sacrificial ceremonies. Ghee, или утопленое масло, играло огромную роль в ведическом обществе, потому что с помощью этого утопленого масла проводились священные обряды. With the chanting of Vedic mantras, the brahmanas would perform ceremonies called yagyas, and in this way they would satisfy the supreme. So we were explaining how the society is divided into four sections. We said there's an intellectual class of people called the brahmana. There is the administrative type of person who is known as the kshatriya. Then there is the person who does farming, and business, and trading. He is called a vishya. The vishya's job is to do business, make money, and they may also keep their wealth in things like food grains and cows. In the Vedic culture, a man was known as a rich man if he had many cows. We read in the times of Lord Krishna that his father had 900,000 cows. That's a lot of cows. That's a lot of cows. So then there is the fourth class of person, they are called the sutra, or they are the worker, or the laborer. These four divisions of society represent what is called the varnashram dharma, or the Vedic system by which society is organized. So the wonderful thing, the mystery about this Vedic civilization is that everyone was fully happy and satisfied. There were no dissatisfied unhappy people. There were no dissatisfied unhappy people. Everyone was looked after and had all of their needs. There is a book which you may have heard of, which is called the Ramayana. Ramayana is the history of Lord Rama. So the Ramayana describes how millions of years ago there was a king called Lord Rama. And he was such a king that he had a policy that every morning anyone could come there and if anyone had any complaint, then he would want to listen to them and he would try to satisfy them. He was such a generous kind-hearted king that he wanted to know about anyone's problem, whoever they were, any citizen in his kingdom. They could come to his palace and they could make their complaint. But people were so happy, nobody ever came. People were all quite fully satisfied. It is said that on one occasion a dog came and the dog was not happy, the dog was unsatisfied. But Lord Rama was satisfied. But Lord Rama was satisfied that dog. This is the nature of the Vedic civilization. That everyone is fully satisfied and peaceful. We tend to think that a modern civilization means a lot of industry and advanced technology. But we learned from the Vedic civilization in the past that people did not need industry for their advanced life. They could enjoy what we think of being advanced technology. They could enjoy by use of subtle powers, by subtle energy. We communicate, we have handphones and we use email, computers and so on for communication. But in the past people could communicate by telepathy, by the power of the mind. That we used the type of remote people. We use the type of communication because we are currently on our enemy. For that we use the internet also to communicate by telepathy. In the past people had powers by use of mantra. By using a message. You can use a message that makes a sense. We use the type of telepathy. We use the word in the past. We use the word in the past. We use the word in the past. People had powers by use of mantra. Также в ведической цивилизации было принято использование звуковых вибраций или определенных мантр. Мы немножко также использовали какую-то подобную технологию сегодня, когда пели Харе Кришна. Когда мы пели Харе Кришна, это является ведической мантрой, то мы своего рода создавали или аккумулировали духовную энергию. Это была наука, которая была частью ведической культуры. Используя мантры для достижения различных результатов. Конечно, когда мы пели Харе Кришна мантру, нашей целью было духовное очищение. Но существует множество разнообразных мантр, которые используют для получения различных вещей. Мы до этого говорили о ягья, о ведических обрядах, которые совершаются. Они проводились браманами или интеллектуальным классом людей. Они обучались специально определенным мантрам, а также правильному произношению правильной интонации этих мантр. В нашу эпоху нет таких квалифицированных браманов. В качестве доказательства квалификации этих браманов проводилось некое ведическое жертвоприношение, которое заключалось в том, что на огонь предлагалась лошадь или корова не с целью, чтобы ее убить, а чтобы ей дать новое тело, новую жизнь. Существовали браманы, которые могли вернуть даже человека в жизнь. У них было определенное знание, как с помощью звуковой вибрации это сделать. Звуковая вибрация это тонкий элемент, который активизируется с помощью повторения определенных мантр, при определенной квалификации. Что означает квалификация? Когда этот век начался, а мы говорим о том периоде времени, который называется Кали-юга, и который начался пять тысяч лет назад. Итак, с наступлением кали-юги повсеместно стала наблюдаться деградация цивилизации. И в чем проявлялась эта деградация? В том, что люди все больше и больше занимались нерелигиозной деятельностью. В ведах описывается религия как в форме быка, который стоит на четырех ногах. Эти четыре ноги быка представляют собой четыре главных принципа религии. Первый принцип — это чистота. Затем милосердие. Третий — аскетизм. И последний — правдимость. В этот век кали-юга эти принципы практически не присутствуют. Но в другие эпохи они присутствовали в полной мере. И особенно браманы, этот класс людей, были ответственны за сохранение этих принципов. Не соблюдая эти принципы, браман не имел никакой силы, чтобы выполнять вот эту деятельность. Чистота, принцип чистоты разрушается, когда становится все больше и больше случайных связей между полами, когда люди, не будучи женатыми, вступают в незаконные отношения. И также браманы поддерживали чистоту не только ментально, но и на физическом уровне, например. Они принимали омовение не только каждый день, но три раза в день. Традиционно браманы жили на берегу реки, чтобы всякий раз можно было совершить омовение. Даже сейчас еще можно увидеть, например, в Индии, на берегу священной реки Ганги, как некоторые браманы постоянно принимают умовение. И многие браманы, которые живут на берегу Ганги, их поколения уже живут там миллионы лет. И они как раз пользуются этой возможностью, рекой, чтобы совершать омовение, там же брать для питья. Их жизнь, в центре их жизни не стоит экономическое развитие. У брамана другая цель жизни. Его цель жизни состоит в возвышении сознания. Браман способен использовать энергию, незадействованную внутри себя, которую он извлекает, контролируя ум и чувства. Но развитие духовного не подразумевает какой-то недостаток чего-то материального. И примером, доказательством тому является то, что ведическая цивилизация процветала. Но это благосостояние или процветание измерялось не в каких-то бумажных деньгах или количестве автомобилей. И благосостояние истинное заключалось в золоте и в реальных активах драгоценных, таких как золото или драгоценные камни, например, жемчуг и другие минералы. В настоящее время у нас очень искусственный образ жизни. Мы живем в городах, у нас все такое индустриальное. Но в ведической цивилизации мало кто зависел от количества фабрик и тому подобное. Браманы жили очень просто, они не гнались за каким-то экономическим развитием. Но у них было все достатки необходимого для жизни. Одежда, пища, определенное количество коров и так далее. И они были защищены кшатриями. И браманы и другие были защищены кшатриями, поскольку кшатрии собирали налоги с вайши. И это было устроено таким образом, что вайши не прятали их, а радостно отдавали их царю. И эти налоги также использовались для совершения вот этих ведических обрядов, целью которых было удовлетворение всемышнего. Эти налоги не собирались для того, чтобы увеличить свое собственное процветание. То есть существовал совершенный взаимообмен между всеми четырьмя классами людей. А ведическая цивилизация показывала, как все люди могут жить вместе в мире и гармонии. Браманы, в свою очередь, делились советами и помогали другим классам людей. Они давали благо своего знания людям. Браманы, как правило, были учителями и люди отдавали своих детей на обучение таким квалифицированным учителям. Потому что образование может быть материальным и может быть духовным. В настоящее время мы испытываем недостаток хорошего образования. Все образование построено вокруг тела, вокруг материальных вещей. Нас обучают, как быть инженерами, компьютерными программистами. Но вы не найдете среди этого знания, чтобы нам объясняли, кто мы такие и для чего мы живем. И поскольку люди недополучают основные духовные принципы жизни, они становятся неудовлетворенными. И мы видим, как люди постоянно неудовлетворены по всему миру. Мы видели только несколько недель назад в Ингландии, как люди риотировали и разрушили в магазинах. Они очень неудовлетворены и неудовлетворены. Несколько, буквально несколько недель назад, можно было видеть, как люди, например, в Лондоне, устраивали какие-то бунты, погромы вследствие своей неудовлетворенности. Мы видели, как мусульмские люди также неудовлетворены. И как они взяли авиаэропланы и летали в Туин Тауэр в Нью-Йорк-Сити, потому что они неудовлетворены. Также можно привести к примеру теракт, связанный с башнями-близнецами, когда мусульмане вследствие каких-то своих амбиций неудовлетворенности совершили подобное преступление. Итак, история мира полна вот такими неудовлетворенностями. Поскольку мы не можем быть удовлетворены просто какими-то материальными вещами. Нельзя сделать человека удовлетворенным, просто давая ему пищу и деньги. Человек должен понять цель своей жизни. Он должен понять то, что он является духовным существом. Должен понять, что просто рождаться, расти какое-то время, потом стареть и умирать не является целью жизни. А просто переживать страдания материального тела, это очень проблематично для каждого человека. Но ведическое знание дает человеку понимание своего собственного «я». В детские времена маленький мальчик, которого отдавали на образование, жил в доме браманов, в доме учителя, и получал, в его ашраме, и получал образование. Дети не просто росли вместе с матерью и отцом, их отдавали на соответствующее воспитание и образование в доме гуру или духовного учителя, в доме квалифицированного брамана. И, живя в вашем ашраме, в вашем брамана, ребенок учился как основам духовного знания, основам своего собственного «я». Он не то, что во всем зависел от своего матери и отца, требуя и получая от них все, что ему нужно. И они жили все вместе и помогали, заботились друг о друге в своих ежедневных каких-то необходимых вещах. И таким образом они становились очень сильными, независимыми. Но, потому что они живут в ашраме брамана, они также учат умилительность, и они учат, чтобы обеспечить друг друга. Но также они получали внутренние качества, живя в вашем брамана, такие как человечность и способность уважать каждого человека, показывать уважение каждому. Как раз то, что испытывает сейчас нехватку современное общество. Как раз вот, опять же, этот пример с Лондоном, когда были эти погромы, можно было видеть, что в основном там участвовала молодежь, которые приходили и громили витрины. В современных школах остро стоит проблема с правильным образованием и настоящей заботой о подрастающих детей. В прошлом время проблемы были, какой-то, как-то, устроил о taşне klimа, или устроил до обучения, или недовольные возглавие. В прошлыхwachах пациентов людей возглавали нальше, мышцы. Молодые, невозможно, были в обучении, в прошлом. В прошлом. Да, в последние 20, 30, 40 лет назад не было такого явления, как, допустим, чтобы ученик ел на уроке, или злостно не подчинялся учителю, или как-то ходил с ним противоречивым и дрался с ним. Проблема в том, что дети все более и более становятся склонными к насилию. Итак, в ведические времена ребенка отдавали вашему гуру, и он получал там соответствующее воспитание. И гуру наблюдал за каждым своим учеником и в соответствии с его склонностями давал ему индивидуальное образование, индивидуальный подход. И в последствии люди трудились в соответствии со своими умственными и физическими способностями. Таким образом, в ведические времена учитывались потребностью каждого ребенка. Люди приходили в вашем брамана и слышали, как повторяются ведические мантры. В то время память людей была настолько сильна, что просто услышав один раз, они запоминали это. Сейчас память людей настолько слаба, что нам нужен компьютер, чтобы все сохранять на компьютере. Но в ведические времена человеку достаточно было слушать, и слушая, он все запоминал. Даже книг не было перед началом Кали-юги и перед началом этого периода, пять тысяч лет назад, поскольку все все запоминали. Веда, как правило, передавалась с помощью звука, и люди слушали и запоминали. Но сейчас память человека настолько бедна и слаба, что даже записав что-то мы не можем запомнить. Ум в эту эпоху очень сильно ослабел. Но в ведическую эпоху ум человека был очень силен, и он был силен как раз за счет чистого образа жизни. Эта чистая жизнь построена на религиозных принципах. Я уже упомянул эти четыре принципа. Это чистота, аскетизм, милосердие и правдивость. Чистота разрушается незаконными сексуальными отношениями. Милосердие разрушается через убийство животных, когда все эти бои не существуют. Интоксикация, прием интоксикации разрушает аскетизм человека. И азартные игры, и пропаганда лживых теорий, какая-то ложь разрушает аспект или принцип правдивости. Поэтому ведическая цивилизация передавалась огромное значение этим принципам. И следуя этим принципам люди наслаждались материально и духовно. Выполняя свои обязанности, свои священные обязанности, все необходимое было обеспечено человеку. Сама природа отвечала на благочестивый образ жизни людей и давала обществу все необходимое в полной мере. Океан был полон жемчуга, настоящего коралла и прочих драгоценных минералов. Горы в изобилии давали золото, алмазы и драгоценные камни. Земля урождала большое количество урожая. И коровы, конечно же, производили много милка. Так много милка, что их милка даже находилась в полной мере. Коровы дали так много милка, что другая милка из них тоже видела в полной мере. Коровы производили милку свободно, без лишнего милка. И коровы, которые находились под правильной заботой, давали столько молока, что оно вытекало прямо на землю. И по сравнению с Кали-югой в прошлой эпохе даже продолжительность жизни человека была куда больше. Людям легко давались такие практики, как медитация. Каждый человек знал, как практиковать медитацию, сесть и полностью сосредоточить свой ум. В ведической цивилизации каждый человек знал, как заниматься йогой. Есть разные виды систем йоги. Некоторые йоги хотят достичь мистических совершенств. Им хочется достичь способности ходить по воде, например. Другие йоги хотят получить такое мистическое совершенство, как способность доставать какую-то вещь из другого места. Мой духовный учитель рассказывал мне, как он встретил йога и разговаривал с ним. И этот йог захотел продемонстрировать моему духовному учителю свои способности и сказал, какой ты фрукт хочешь? Прабхупада ответил, я люблю гранаты. Прабхупада ответил, я люблю гранаты. Он ответил, а, гранаты. Самая лучшая граната есть в Кабуле. И он с помощью своей энергии взял и сконцентрировал эту энергию и достал этот гранат из Кабула. На санскрите это называется прабхупада, когда человек способен с помощью своей энергии взять какую-то вещь из одного предмета и проявить ее здесь. Другой йог хотел обрести способность, которая заключается в том, что он способен делать свое тело настолько легким, что оно взлетает. Другой йог наоборот мог сделать свое тело настолько тяжелым, что его никто не мог сдвинуть с места. Иногда вы увидите йоги, они берут свой бассейн в одном месте. Они берут свой бассейн, например, в Генжи, в Калката. И они идут в воду, и они выйдут в минуту позже, тысячи метров, в другом месте. Еще одна мистическая способность йогов, которую они хотели достичь, заключалась в том, что они, например, могли войти в воду, в реку, в воду в Калькутте, и через минуту выйти из реки за много сотен миль в другом месте. То есть, это способность заключалась в том, что они входили в воду в одном месте, и через небольшое время выходили за много тысяч километров в другой реке, в Ямуне или Тревине. И таким образом они путешествовали по различным священным рекам и принимали омовение за несколько минут во всех реках, которые находились на огромном расстоянии. Вот такие силы или способности йога называются йога-сидхи. И вот ради достижения таких мистических совершенств человек шел на очень суровые сквезы, когда он компромировал свои чувства и подчинял себе уму. Но несмотря на то, что они обретали эти способности, их ум был загрязнен желанием получить какие-то способности. Ибо они это делали только для того, чтобы господствовать материальной природой. И вот это желание контролировать материальную природу не давало им возможности выйти за круговорот рождения и смерти. Оно заставляло их находиться в этом мире. Но в Бхагавад-гите Господь Кришна говорит, что тот из йогов, кто предан мне, никогда не возвращается в этот материальный мир. Более того, и были йоги, которые могли не просто путешествовать с одного места на другое, они могли переходить с одной планеты на другую. В ведических писаниях ведической цивилизации также существовали межпланетные путешествия, когда люди могли перемещаться с одной планеты на другую. Они не пользовались космическими кораблями, а для этого они пользовались определенной силой, йогической силой. Только благодаря силе йоги они могли перемещаться на другие планеты. Но даже когда они идут на другие планеты, они находят то, что им нужно. Даже на высших планетах существовали те же проблемы – болезни, старости и смерти. Хотя они обретали какие-то способности, но главные проблемы они не решали, болезни, старости и смерти по-прежнему оставались. И веда объясняет, что попасть на высшие планеты – это всего лишь один шаг. Нужно выйти за пределы этого материального мира в мир духовный. Итак, ведическая цивилизация на основе вот такого знания была способна совершать такие вещи, которые сейчас кажутся хвостине какими-то чудесами. В Рамайане, например, описывается, что у Господа Рамы был цветочный летательный аппарат. Который на Санскрите называется пушпа-ваман. Который на Санскрите называется пушпа-виман. Пушпа означает цветочный, а виман означает корабль. Сейчас мы используем металлические самолеты, но в ведические времена были цветочные самолеты. И Господь Рама, например, вернулся после битвы на Ланке в свое царство именно на таком цветочном корабле. А также ведическая цивилизация, если происходили какие-то столкновения, войны, они использовали оружие, которое доселе невиданное. В истории ведической цивилизации было две великих войны или битвы. Первая битва была битва на Ланке, которая происходила между Господом Рамой и Раваной. Был один демонический и безбожный человек, которого звали Равана, и он похитил жену Господа Равана. И вследствие этого завязалась битва между Господом Раваной и Раваной. И когда они сражались, они использовали множество различных видов оружия. В современное время используются бомбы, которые сбрасываются, и при этом гибнет множество невинных людей. Но в ведической цивилизации, когда люди борются, они использовали оружие. И они использовали только против того человека, против которого шло сражение. И это оружие было необычным, оно использовало материальные элементы, например, оружие огня, оружие ветра, оружие воды. То есть это оружие заключалось в том, что аккумулировались и использовались определенные материальные элементы. Описывается, что одним таким оружием была Брамастра. И Брамастра была настолько могущественной, что в определенном случае она могла разрушить всю Вселенную. Описывается, как один человек использовал Брамастра для того, чтобы убить ребенка, починяю матери. И эту Брамастру, которую он хотел запустить, она должна была убить только этого ребенка, а не кого больше. Мы не обладаем таким знанием, технологии не позволяют этого в современное время. Эти оружия приводились в движение определенными мантрами. И их можно было остановить с помощью других мантр. Все зависело от звуковой вибрации. Звук это самый тонкий элемент. Как в Библии сказано, в начале было слово. То есть слово самое тонкое. Слово это как раз и есть звук. Звук порождает эфир или пространство. То есть из звука возникает пространство или небо. И из этого неба или пространства возникает воздух. То есть в пространстве может существовать воздух, как вот, например, кондиционер работает и наполняет здесь пространство воздухом. То есть, допустим, или мы поставим вентилятор, который будет создавать движение воздуха, и воздух будет... Из движения воздуха возникал чувство прикосновения. Следующим элементом, который появлялся из воздуха, был элемент огня. И огонь в свою очередь порождал форму. Мы видим различные формы, допустим, в свете пламени. Мы не можем видеть форму в воздухе или звуке. Но форма появляется при свете. После элемента огня появляется элемент воды. А элемент воды в свою очередь порождает вкус. В огне нет вкуса. Его нет в воздухе, его нет в звуке. Но вода порождает вкус. И из элемента воды возникает элемент земли. И элемент земли дает запах, порождает запах. Запаха нет в воде. Вода не может породить запах. Вот так вот один за другим из одного элемента появляются другие. Но первичным элементом является звук. И ведическая цивилизация как раз использовала звук, чтобы генерировать или создавать звуковую вибрацию. Мы стараемся делать то же самое, повторяя Харе Кришна мантру. Мы также хотим произвести или чтобы появился чистый духовный звук. Я уже упоминал, что в ведические времена браманы совершали ведические обряды и произносили мантры. Но в современную эпоху таких браманов уже нет. И повторять такие мантры правильно некому. И в современную эпоху остался только один ведический обряд, который мы можем совершать. That sacrifice is called the Sankirtan Yagya, which means the chanting of the names of God. В эту эпоху остался только один обряд, который называется Sankirtan Yagya или обряд повторения святых имен Бога. When we chant that Hare Krishna mantra, then we're awakening the spiritual energy within the sound. И когда мы повторяем Харе Кришна мантру, мы пробуждаем или из звука проявляем чистую духовность. This is the only possible Yagya, the only sacrifice we can perform in the present society. В настоящее время это единственная Yagya, которую мы можем совершать. And this was also used in the Vedic civilization. Она также использовалась и в ведической цивилизации. But in the Vedic civilization they could perform many other Yagyas. But in the present time we can only perform this one Yagya. This chanting of the holy names of the Supreme. So the Vedic civilization has so many things to offer to us, to teach us. И так ведическая цивилизация может научить нас многому. The Vedas give knowledge of astrology. The science of understanding how the stars, different stars influence our life. Мы можем почерпнуть из вед такой раздел прикладной как астрология. Наука о том, как определенное положение звезд может влиять на нашу жизнь. Ведическое знание предлагает нам также раздел по медицине, который называется Ayurveda. The Vedas describe the material body to be like a bag made of three elements. Just like here is a bag. I have a bag. And in my bag I have something. Вот, например, вот видите, у меня мешок. Вот в этом мешке у меня кое-что есть. So, this body is like a bag. Вот это тело, оно подобно мешку такому. Within this body there are three elements. Mucus, bile and air. Вот внутри этого тела, или скажем, само тело состоит из трех главных элементов. Это воздух, желчь и слизь. And the Ayurvedic medicine system teaches our body to examine the condition of these three elements and understand our disease. И ведическая медицинская наука Ayurveda, она как раз имеет дело с этими тремя элементами, выясняя, какое из них вышло из равновесия и анализируя болезни на основе вот этих трех элементов. The Ayurvedic system of medicine is very similar, very close to the Chinese traditional medicine. The Ayurvedic system of medicine, they do not do surgery, they do not take a knife and cut open. То есть, древняя медицина не пользовалась такими методами, как хирургия, просто взять нож и что-то отрезать. But they will treat these three different elements. Mucus, bile and air. And according to the imbalance, if there is something wrong, they will give some proper hair or medicine to adjust it, to make the body healthy. Напротив, ведическая медицина имела дело как раз с этими тремя элементами. Воздухом, желчью и слизью. И в зависимости от того, какой из этих элементов вышел из равновесия, назначалось соответствующее травяное средство или лекарство. И таким образом эти элементы приводились в равновесие и болезни исчезают. This is all part of the Vedic knowledge. Another aspect of Vedic knowledge is Danurveda. Danurveda means the knowledge of military science. I was saying there were two great wars in the Vedic culture. One was the battle of Lanka, fought by Lord Rama. The other was the battle of Kurukshetra. During that time, just before the battle, Krishna spoke Bhagavad-gita. So, during these battles, the different armies would utilize the different military arms, the different techniques of fighting. Many different formations are described in the Danurveda different ways of organizing the army and the military forces. So, people would be trained in all of these things. So, people would be trained in all of these things. Danurveda, that is for the shatryas, those who are going to be administrators, rulers, they have to learn the Danurveda how to fight. And they would be great warriors like Arjun and Bhim. They were said to be maharathis. They had the strength of one thousand other shatryas. But there were also shatryas who were not fighters. Like Vasudeva, Krishna's father, he never fought. He was more of a politician. So, we want you to understand the nature of this Vedic civilization, how it is very broad, very rich, so much knowledge. In the present times, very little use is made of the Vedic knowledge. In the Bhagavad-gita, Lord Krishna says, out of thousands among men, hardly one is endeavouring for perfection. Not many people are interested to become yogis. And from many, many yogis, even if, although I said yogis are very rare, but even if you have many yogis, from all of those yogis, there is hardly one yogi who knows Krishna and truth. But the purpose of the Vedic civilization was actually meant to understand the Supreme behind this civilization. The Vedic civilization was not without, it had God consciousness, it was God conscious. The art, the songs, the drama, everything was centered around the Supreme. And in this way people could enjoy their lives materially and spiritually. They understood that this body, which they are occupying in the present, is only one of many bodies which they have had in the past. They were not ignorant of the law of reincarnation. They were not ignorant of the law of reincarnation. They did not just simply try to enjoy only this body. But they also thought about the future. So in the Vedic lifestyle, life was divided into sections. Just as when we were young, we had our education, we were students, we went to school, then maybe we went to college. So in the Vedic civilization, life begins with the training of Brahmatharya. I was saying how young people would go to the ashram of the guru and live there. This is the Brahmacharya stage, where this one is a student learning. Then people would be married, and they would take a wife, and they would have their family life, and have children. Then they will retire also. They will retire from their material duties to take up spiritual duties. They will retire from their material duties to take up spiritual duties. The Vedas say that from the age of about fifty, about half the life is over, then one must retire. We have to give up the material duties because we have to prepare for the next life. They would just like great kings, they would give up their kingdom and go to the forest. They would just like great kings, they would give up their kingdom and go to the forest. You have a lot of forests here. Good for retirement, huh? Go and live in the forest. You can go and live in the forest. You can go and live in the forest. This is the Vedic teaching. Pancha-sor-vam-vanam-brajit. In Sanskrit it says, from the age of fifty, one must go to the forest. We are meant to do austerity, to cultivate detachment from this material world. Because if the man remains attached to their wife, in the next life they will become the woman. For the woman, it's not so bad if she is attached to her husband. She can become a man in her next life. But that is also not the goal of life, to have to take another birth in this world. We have had many births like this. A man, then a woman, then a man, then a woman again. We have to get out from this cycle. This will of birth and death. So the Vedic civilization taught that when half the life is over, then you must retire and you must take up the spiritual duty. Since the forest is very cold here in the winter, you cannot go to forest. So you have to do your austerity at home. You have to make your home like a temple. You have to make your home like a temple. And you have to change Hare Krishna mantra. And this way you cultivate detachment from the material world. And when we give up this body, then we can go back to Krishna. No more birth and death. That is success. Yes. That is success. Yes. That is success. Why do we need to wait so long? Why do we need to wait so long? Если вы хотите сделать это раньше, вы не хотите ждать до отдыха? Я переведу, а то у вас будет дело. Вопрос был, зачем ждать так долго? Может быть, сейчас начать? Ответ. Ну, если вы можете, можете начать сейчас. Нет, это не мужа. Я его сразу даю. Вы спрашиваете для мужа? Ну, конечно. А, она не об этом спросила. Она спросила, может быть, я должен выходить с моим мужем. И оставить его. И сейчас, без ждания. Да. Но не так, что выгоните, а потом пустите, или захотите обратно его вернуть. Если он уйдет, то вы не должны потом уже, как говорится, пытаться вернуть назад и сказать, эх, зря я его. Без сотового телефона. Уда, вот, мобайль. И так было построено ведическое общество, и человек наслаждался, не просто наслаждался в этом мире и этой жизни, но он также готовил себя для последующей жизни. Но, поскольку уйти в наше время в лес не так-то легко, то движение Харе Кришна учит людей, как стать отреченными прямо дома. Вы должны поместить на алтарь красивое изображение Кришны и поклоняться Ему. Вы должны читать книги, такие как Бхагавад-гита, и повторять Харе Кришна мантру. Таким образом вы пробудете чистое духовное сознание. И это положит конец рождению смерти. Это успех, если в конце жизни вы сможете пометовать о Кришне. Если вы в момент смерти подумаете, о, моя жена или мой муж, вы снова вернетесь в это. Вы можете подумать, о, как же моя собака, и тогда вам придется родиться собакой. Да, мы должны быть очень осторожны. Нужно быть очень осторожны. Таким образом, у него был один великий царь в Южной Индии, его звали Кулла Шекхар. Таким образом, как эта молодая девушка сказала, это Кулла Шекхар. Он понимал этот вопрос. Кулла Шекхар, Махараджа Кулла Шекхар. Он сказал, let me die now. Don't let me wait till I'm old. Let me die now. Кулла Шекхар думал, зачем ждать до старости? Позволь мне умереть прямо сейчас. Because if I wait till old age, and I die an old day, then my throat will be choked up with mucus, and I cannot chant properly. But if I can die now, while I can still chant the name of Krishna God, let me die now, then I can go to Krishna. Но пока сейчас я в хорошей духовной форме, пока я хорошо повторяю имена Кришны, позволь мне умереть сейчас, тогда я вернусь к тебе. Это очень красивая санскритская поэма. Кришна твади ападапанка джапан джарантам, адьяивами вишатуманасараджа хамса, пранапрайанасамай, капаватапитай, кантавароданавидосмаранамкутастей. Это стих, написанный Махараджа Кулакшекхарой, он говорит, мой ум подобен лебедю. He said, раджа хамса, хамса means swan in Sanskrit. So he said, let the swan of my mind become entangled with the lotus feet of Krishna. И Махараджа Кулакшекхар говорит, пусть же лебедь моего ума запутается в стеблях лотоса Кришны. The swan likes to play with the lotus flower. Лебеди очень любят плавать там, где растут лотосы. And sometimes the stem of the lotus will wrap around the long neck of the swan. И бывает так, что лапы у лебедя запутываются в стеблях этого лотоса. So in this way, Махараджа Кулакшекхар said, let my mind become entangled with the stem of the lotus feet of Krishna. И поэтому Махараджа Кулакшекхар говорит, так пусть же мой ум запутается в стеблях лотоса Кришны. And he says, let me die now. И позволь мне умереть в этот момент. I don't want to wait till I'm old. Because when I'm old, and my throat is choked, and then I may not chant nights. So if we're ready to die now. But we have better, we prepare. We have to prepare for it. She asked how this story is ending. He died in Mахараджа Кулакшекхара, not? Yeah, he's a very, very great devotee. He's not a dying devotee. Oh yeah, long time ago. He went into the deity. He disappeared in the deity. He entered into the deity in the temple. He entered into the temple. So we have to prepare. Vedic culture would prepare for death. So we have to prepare. Vedic culture would prepare for death. Modern culture. We don't want to die. We go to the doctor. We want to make me live. I want to live. We don't want to die. We don't want to die. But we all have to die. We take birth. It means we also have to die one day. We take birth. It means we also have to die one day. So Vedic culture was to prepare people to die. Why? Before we get too old, half the life we should dedicate to prepare, to leave this body. And we can do this by cultivating this Vedic knowledge. Become detached from the body. Become attached to the soul. And Krishna is the supreme soul. Krishna is the supreme soul. We have to develop our attachment further. We have to develop our attachment further. Just like Maharaj Kula Shikha. Okay, so we will ask now. You have some questions? Tell me please why the Kala Yuga is beginning. Why it begins? Yeah. It begins because actually, well, Lord Krishna was present on the planet 5,000 years ago. So it could not begin. Yes. After Lord Krishna departed from the world, then it began. Then it began. Why did he live this planet? Why did he live? Well, he came to speak the Bhagavad Gita, to establish religious principles. У него была определенная задача, он пришел, чтобы дать Бхагавад-гиту, установить религиозные принципы. И после того, как его миссия здесь закончилась, он ушел в другое место. Он не оставался постоянно в одном месте на одной планете, существует множество других в Вселенной. Таким образом, Кришна очень занят, он путешествует повсюду, он перемещается повсюду, рассказывая Бхагавад-гита. Поэтому у него миссия, он должен пребывать в разных местах. Почему он может сейчас вмешаться? Почему он не может быть в этом месте? Кали-юга является частью цивилизации. Почему в этом месте есть в冬е? Почему мы должны быть не только в冬е, а также в冬е? Понимаете, существует такой порядок, как вот, например, почему у нас нету только одного лета? Да, есть же зима. То есть есть четыре сезона, также есть четыре эпохи. Это эпоха, кали-юга, когда люди становятся очень нерелигиозными. Но также в кали-югу есть особая благо. И благо это в том, что можно очень легко вернуться к Богу. Достаточно просто повторять цветы именно Бога, чтобы достичь полного успеха. Еще одно благо, что мы не несем последствия за свои дурные мысли. В другие эпохи человек получал последствия, даже если он плохо думал о чем-то. И наоборот, если вы думали о чем-то хорошем, вы получали позитивные результаты того, о чем мы думали. Но в других эпохи должен быть счастлив. Прошу прощения. То есть смысл в том, что сейчас можно получить благо, даже не делая, просто думая об этом. Тогда как в другие эпохи нужно было не просто подумать, а еще совершить какое-то действие. Но в кали-югу засчитывается даже позитивная мысль. даже она уже дает какой-то эффект поэтому Кали-Юга это тоже хороший момент даже демигод они хотят попасть на этот планет в Кали-Юга потому что это быстрейший и легчайший путь вернуться к Богу где-то сзади был вопрос а, ну, давайте выбором ну, юный такой, сложный человек, все долгое он сказал что вопрос очень долго и сложный это правильно? у вас переводится? да как была ошибка говорит о том, что сравнивается человеческая личность которая осознает себя полностью ну, предыдуется такое сравнение что когда он осознает по-моему, рука от всего организма и не гонится за эгоистичными стремлениями то он становится ближе к Богу означает ли, что по лидической культуре единственное слово стать ближе к Богу это отказ от той личности которая ну, нас составляет которой мы являемся ближе к Богу то есть отказ от своего материального что-ли положено? отказ от той личности что я есть сейчас на данный момент чем он себя требовал? да а по Годнете говорится что если человек считает себя рукой этого медического организма там предыдуется сравнение тому, что человек когда предыдуется своим стремлением эгоистичным, да? отчасти личностным то он подобен руке которая отрезана поглощает энергию ради себя а не ради того, чтобы тормить весь организм и значит ли если мы так значит не близок к Богу отказ единственный отказ от собственной личности от собственного эго может привести к Богу так ли? он спросит в Баба Гита есть пример когда какой-то человек просто не поддерживает который не поддерживает для всех организм для всех организмов а для всех организмов но просто для того чтобы получить энергию только для его собственного эгоистичного это означает что если мы это означает что способ быть более близким к Богу мы должны донять нашу идентификацию для того чтобы достичь Бога или путь который делает нас ближе к Богу это осознание своей духовной сущности это не значит что мы отвергаем потребности тела это тело оно подобно автомобилю или механизму для души поэтому мы его не гнаем в Бхагавагите Кришна говорит что ты не можешь стать совершенным йогом если ты ешь слишком много или слишком мало спишь слишком много или недостаточно и поэтому Бхагавагита учит нас осознавать себя как духовную душу и при этом урегулировать потребности тела если мы просто поддаемся импульсу чувств то это неправильно чувства нуждаются в определенной корректировке в определенной направленности Среди всех чувств язык труднее всего контролировать а язык проявляет себя в двух видах деятельности это во вкусе и в речи Бывает так что мы едим и даже уже наелись все равно трудно становиться хочется есть все больше и больше поэтому зачастую бывает что человек питается чем-то нечистым или вредным просто потому что языку хочется это попробовать И язык привыкает есть какие-то запрещенные вещи и которые вообще есть даже не нужные например мясо, рыбу, яйца И также язык может говорить и он может зачастую говорить какие-то грязные вещи например ругать кого-то или говорить какие-то нелицеприятные вещи беспокоя других Зачастую языку приятно говорить какие-то вещи которые оскорбляют других Поэтому мы должны сдерживать побуждение этих чувств, знать какие побуждения необходимо контролировать Поэтому в цивилизованном обществе существовали правила и предписания И чем более цивилизованным общество было, тем более аккуратно и внимательно оно следовало правилам и предписания. Например, в обществе собак мы не видим, что есть какие-то правила, предписания. Мы не можем сказать собаке, вот это тебе кушать не надо, вот это тебе надо кушать. Но жизнь человека, она же отличается. И вот насколько мы возвышены в человеческом теле, насколько мы более развиты, настолько же мы должны принимать правила и предписания. Поэтому мы должны учитывать побуждение тела, но также при этом и регулировать их в соответствии с предписаниями, данными в Писаниях. Например, веды не отрицают склонность человека увлекаться противоположным полом. То есть, если человеку хочется общаться с противоположным полом или он, допустим, заинтересован в этом, то существует институт брака. Но правильным использованием семейной жизни означает использование для того, чтобы заводить детей. И в ведах очень много информации о том, как правильно зачать хорошее потомство. Это целая наука о том, как пригласить в свою жизнь высокообразованного человека. Я разговаривал с человеком, у которого было восемь детей. И я спросил, как вот ты их зачинал, у тебя есть какая-то... Ты пользуешься каким-то знанием, в смысле имеется в виду, ты пользуешься каким-то знанием, науком, критерия понятия не имею. И он почувствовал, ну, то есть он сожалел о том, что он не узнал об этом знании до того, как у него появились дети. То есть он жалел о том, что уже поздно. Если можно по частям переводить это сразу. Махараш говорил, в начале лекции, рассказывал о Варнаша Рамадхарме и общественном плане общества. То есть, что каждая личная семья в свою природу должен следовать. И, собственно, об этом говорит в своем адгите, что лучше исполнять плохо свои обязанности, но чужие. В начале лекции вы говорили о Варнаша Рамадхарме, о том, что каждый имеет определенные обязанности и должны следовать эти обязанности. И в связи с этим вопрос, что в настоящее время в современном мире люди зачастую не выполняют своих обязанностей. Правильно, либо не следуют своей природе, то есть люди брахманической природе, учителя, они занимаются коммерцией, ну и наоборот. В связи с этим вопрос, насколько человек прогрессирует, то есть, несмотря на то, что он повторяет манту, следует каким-то металлическим путем, но не следует своей природе, это первая часть вопроса. В связи с этим вопроса, сейчас говорили про Санясу, про отречение, да, то есть, насколько я понимаю, отречение это не просто внешняя вещь, да, что человек отделал надежды и пошел, стал отречен, а это состояние сознания, что человек уже готов внутренне, да, отречься от всего материального. То есть, насколько человеку необходимо, если, например, у него внутри какое-то желание, да, но он не готов к этому еще. А ему надо. Да, а нет, ну то что надо, вот, например, сейчас девушка рассказала, что мужа выгнать, да, ему 50 лет исполнилось, а может быть муж по своей, как бы, сути, он еще не готов отречься просто. И то есть, насколько важно внутреннее следование, да, нежели просто внешнее соблюдение правил и ритуалов. Очень long вопрос. И затем, он сказал, что, например, в модернной общественности мы видим, что все люди не выполняют свои собственные обязательства. Очень часто они выполняют другие обязательства, например, ученицы могут делать коммерческие бизнесы. И первая часть вопроса – это, если такой человек имеет прогресс, если он просто чает мантра, но он не следует его собственные обязательства в Барнашу. И вторая часть вопроса – это, что молодая девушка говорит о жене, что она не хочет уходить от дома. Но если он не имеет внутреннее детечение, то, как важнее, как внешнее детечение, чем экстернальное детечение? Скажите, пожалуйста, о минимальной важности внутреннего детечения. Два вопроса. Окей, так, первое, мы должны понимать, что в Кали-юга мы не видим вообще Варнашра. Нет Варнашра. Отвечая на первую часть вопроса, можно сказать, что в Кали-югу сейчас утеряна вот эта система Варнашра. В Кали-югу сейчас все практически находятся на уровне шудры или ниже. Так говорят виды. So, even though someone may be a teacher like that, it does not mean that he is actually a Brahmana. Although this is a Brahmanical activity, it does not mean that he is a Brahmana. And he may be doing some business, it may mean that his actual nature is not actually to be a teacher. Maybe he is meant to be a Vaishya. Может быть как раз наоборот, он потому и занимается коммерцией, что он больше склонен быть ваishya, чем учителем. Because they say everyone is influenced to do activities to get where we can make the most money. Потому что сейчас существует такое мнение и принцип такой, что деятельностью занимается такой, которая приносит больше денег. It's very rare that people will do work just because they enjoy the work. And it's very rare that they will sacrifice to take a lower salary to do work which they enjoy. But we do need to have that kind of, we need to see an example of that society with Varnashram. We need to see that. Но мы должны увидеть вот этот вот, постараться увидеть вот этот вот принцип Varnashram. Prabhupada explained, he said, just like in the universities, they have some departments where they teach some ancient language or some subject where there are very few students. But they will keep the department running even though there are hardly any students. And in universities there may be a subject like Latin or Greek, so there may be hardly any students, but they will keep the department running. Мы должны просто понять и убедить в современном мире проявление вот этого нашего. Как, например, Prabhupada объяснял, что в институте, допустим, если взять университет, там есть, допустим, раздел латинского языка или греческого языка, который практически никто не изучает или очень-очень мало людей там обучается, но этот факультет все равно сохраняют для тех людей, которые все-таки склонны, то есть их мало, но склонны этим заниматься. So in the same way we need to have Varnashram as an example for people to show them the perfect organized society. Поэтому мы используем это знание Varnashram, чтобы показать людям сам принцип организации общества. You give the example of a teacher, but he may only be the teacher because that was the job he could get. Вы привели пример учителя, но может быть он учитель, потому что это та единственная специальность, которую он смог получить. But his nature may not be suitable to be the teacher. Но, возможно, его природа не подходящая, чтобы быть учителем. So in Varnashram people will work according to their nature, according to what is called guna and karma, according to their qualities and the nature of their work. В ведическом обществе, в ведической культуре было очень четко построено так, что человек занимался деятельностью именно в соответствии с гуной и кармой, его качествами и склонностью к определенной деятельности. Just like many people go to the army, they have to go to the army, but their nature is not to be chatria. Как, например, сейчас существует принцип воинской обязанности, но далеко не все люди могут быть кшатринами. But with people in this age, the governments, the society do not have this understanding to engage people according to their nature. But the principle of Varnashram is people, that they will understand the person's nature and then give him work according to his nature. Нет понимания, что нужно сначала определить природу человека и дать ему работу в соответствии с этой природой. Then you were speaking about renunciation, internal, and... The question was, may such people have a progress by chanting without performing any divines? Yes, everybody who chants will progress. Да, любой, кто повторяет мантру, будет прогрессировать. Anybody who chants, they can progress. It does not matter what is their position. Независимо от того, на каком уровне он находится, какое положение он занимает. So we encourage everyone to chant. Вот поэтому мы побуждаем, воодушевляем каждого человека повторять мантуру. Then, the second question about the external and internal attachment. И вторая часть вопроса о внутреннем и внешнем отречении. So, externally, if a person is externally detached, but internally attached, then he may not, he will not be able to maintain the detachment. Вы правы, если человек внутренне не отречен, привязан, а внешне он, скажем, отрекся, то долго это не продержится. Поскольку существует привязанность внутри, то внутреннее, оно будет, победит внешнее, какое-то внешнее поведение. И внутреннее желание не победит все это. И уведут человека с пути. Силой уведут его с пути отречения. Поэтому нельзя отрекаться преждевременно, не достигнув определенного понимания. Just like if you have a big argument with your wife, and say, all right, I'm leaving. Like, например, у вас спор с женой большой возник, и вы говорите, ну все, я ухожу. I'm going to the forest, I'm never coming back. Я ухожу в лес и больше никогда не вернусь. You know, so we may go, but then after a few days, you know, we will come back. Вы, конечно, можете уйти, но через несколько дней, похоже, что вы вернетесь. Because we have to prepare, we have to prepare for it, naturally. Потому что до этого уровня необходимо естественным образом дозреть. Не то, что вы берете внезапно с бухты-барахты все бросили и ушли. Нужно, вот для этого и нужно постепенно развивать свое понимание в течение жизни, и затем уже внутреннее переходит до внешнего. Нужно маленький такой вопрос, очень своеобразный. Характеризуйте, пожалуйста, коротко мантру Ом. Я прочитала недавно, что в буддийских районах Средней Азии есть бамбук без веток, без стеблей. Вот такими кольцами он растет, на земле прямо лежит. Поднимают земли, бамбук говорит Ом. Говорящий бамбук. Она спросила, пожалуйста, объясните, что это означает ом. Она рассказывала историю, что в Средней Азии there is some speaking of bamboo. Somebody, somebody, some person put this, take this bamboo, and this bamboo simultaneously says the Aum. So Aum, Krishna says, here is a syllable Aum. Aum is a sound representation of Krishna. Господь Кришна говорит, что Я есть звук Ом. Звук Ом – это звуковое воплощение Кришны. Сейчас много говорят о 21, 12, 2012. Кто-то говорит о конце света, кто-то о конце времени, кто-то о начале новой эры, конца великого эксперимента. Что можете рассказать вы, что ждать людям, и что делать, что случится. Нет, на самом деле, хорошее, действительно, потому что много ходит звуков. There is a question about the end of our world, just like apokalypses. He asked it or she. There is a question about 21 December of 2012, about just like apokalypses. Somebody said about this end of light, end of world. Somebody said about end of time, special period of time. Somebody said about beginning of new era. And what do you say about this? What should we wait? What should we do? What will happen? Well, we should chant Hare Krishna. That's the first language. We're in the Kali-Yuga. The Kali-Yuga has only begun 5000 years ago. Мы живем в Kali-Yuga. Kali-Yuga началась около 5000 лет назад. There's another 427,000 years still to go. И по венническим исчислениям ей еще продолжатся 427,000 лет. And then after Kali-Yuga, then the Satya-Yuga will begin again. И после Kali-Yuga будет конец света, и потом начнется новый цикл, новая Satya-Yuga. And so, you know, there will always be some... After annihilation, again, there is creation. То есть, перед началом творения новой эпохи всегда будет полное разрушение. Just like now it is night, tomorrow it will be daytime again, the sun will come out. And so, in the same way, after creation, there is maintenance for some time, then there is annihilation, then again creation. Этот цикл всегда происходит. Сначала какое-то творение, потом это творение существует определенное время, потом разрушение и заново творение. This is a law of material nature. Just like this body grows for some time, it maintains, then dwindows, dies, and we take another body. Как это тело, например, оно рождается, растет, существует какое-то время, убедает, стоит, умирает и снова рождается. Но для души нет рождений и смерти. Так что, что бояться конца света? Все равно, когда-то умрет. А, душа не умирает. Я хотел бы поинтересоваться по поводу рождения детей, какую функцию несет духовное рождение ребенка и не замедляет ли это личному духовному совершенствованию? Как это с понятия скетами? Как это? Как это, для наших спиритульных прогресс, будет хорош или плохим для нашего австристия? И также, как это... Как это это стильная функция, для тех, кто... Как это... Скоро, стильная функция, у кого есть? По идее, если человек заводит семью, он заводит ее для того, чтобы появились дети. Дети могут быть на самом деле очень благотворно влиять наше духовное развитие. Потому что с появлением ребенка вы берете на себя ответственность, чтобы сделать его достойным человеком и достойным, преданным Богом. И, если вы воспитываете ребенка, вы также приносите благо о себе. И, если вы не освободите себя, то ребенок не сможет освободить вас. И, если вы не освободите себя, то ребенок не сможет освободить вас. Поэтому ребенка на саскретии сына называют путра. Путра означает тот, кто может избавить человека от ада. После смерти отца, сын проводит по отцу определенные обряды, совершает религиозную деятельность и таким образом помогает человеку избежать от этих вот адских планов. Вы можете даже сами не стать очень успешным, преданным, но если ваш сын или ребенок станет успешным, преданным, то он может помочь вам избавить вас. Существует определенная церемония, которая предваряет зачатие ребенка, и она называется «Гарбогданасамскан». И эта церемония заключается в том, что муж и жена очищают свое сознание, и вот с помощью чистого сознания они зачинают ребенка, и во время этого зачатия в тело будущего ребенка входит очень чистая возвышенная душа. Но, к сожалению, в западном мире зачатие происходит случайно, когда муж пьяный или просто случайно. И если он находится под глянем интоксикации, о каком хорошем ребенке может избежать? Сознание в данном случае очень важно. И сознание должно быть очищено. И очищается сознание с помощью Харе Кришна, и перед зачатием человек повторяет Харе Кришна, молится Хришна, и таким образом очищается сознание. Можно даже получить такого ребенка, который будет воплощением Бога. Или придет такой ребенок, у которого это рождение будет последним рождением в материальном мире. Так что это очень хорошо. Это даже очень хорошо. И особенно, о том, что авторитет и ребенка в детстве. Мы читаем о маме и роде Кришна, Васудеве и Деваке, что они сделали авторитет, чтобы получить Бога как ребенка. Также часть вопроса была о том, что не вредит ли это аскезе. Но вот, допустим, если мы обратимся к родителям Господа Криши, они совершали аскезы прежде, чем зачатили на ребенка. Они просили благословения у Господа, чтобы он стал их сыном три раза. Но чтобы стать достойными этого, они совершали аскезы. Но если вы читаете в Шримад-Бхагаватаме, в Шримад-Бхагаватаме вы также читаете, в 11 кантое, что после Васудеве, он regretted, что я сделал эту авторитет, чтобы получить Бога как ребенка. Я должен был сделать авторитет, чтобы получить свободу от материального мира. Чтобы получить свободу от смерти и смерти. Васудеве? Васудеве. Он попросил? Он понял. Он сказал. Если вы обратитесь к Шримад-Бхагаватам, к 11 песне, то там говорится, как Васудева говорил на Радимуне о том, что... И когда этот ребенок появился, я понял, что пришла сама Верховная Личность Бога. Муж Brewler. И после того, как вы приезжаете ребенка, мы можем измерить его ребенка, если вы уже приезжаете ребенка. Потому что, в большинстве людей, мы хотим есть ребенка, чтобы у него ребенка. И после этого мы удержались, мы можем продолжать в addition may be, по доблыймось życie. После чего вы удержались ребенка, к черный ребенка, и теперь у crowd него есть ребенка. Когда вы что-то уже делали. Сейчас можно продолжать, то чтобы вы думали về безопасности. Например, как человек, который не женат, он думает, может быть, не жениться. Но после того, как он женился, у него появляются дети. И у него уже есть опыт семейной жизни. И после этого он может думать об освобождении. То есть, другими словами, человек реализует это желание, он получает то, что хотел. У него было желание иметь детей, и он реализовал правильно это желание, и теперь он может спокойно думать об освобождении. А в то время как, если вы, допустим, не пройдете через это, у вас может в конце жизни остаться некое нереализованное желание. Вы будете думать, может быть, не стоило жениться, завести детей, и это как раз и будет мешать освобождению. И поэтому вы не сможете сконцентрироваться на освобождении. Потому что все время будут в голову лезть мысли, нужно было мне, не нужно было мне. Простите, а если какая-то наследственность, а заводить детей? Ну тогда просто двигайтесь к Кришне уже. Ну тогда просто двигайтесь к Кришне уже. Скажите, как проповедить китайский язык? Сколько буддистских людей? И я не говорил, что у нас есть фраза. Может быть, мы собираемся с фраза. Так что этот человек спросил о притчании в Китае. Может быть, вы... Как люди в буддистской традиции воспринимают к Кришне? Нет, в Китае не так уж много буддистов. В Китае почти все таисты. Какие коммунистические режимы препятствуют? Как коммунистские ситуации в стране. Контракт про притчание? Да, мы не легальные. Мы нелегальны там до сих пор. Да, очень трудно. Подполь. Вот врач в своей клинике. Этот вопрос, который задали о клинике, это завтра. Сейчас будет раздача просадок. Большое спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добро пожаловать в Казахстан Добро пожаловать в Казахстан Добро пожаловать в Казахстан Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан 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 Продолжение следует...